Итак, всем привет! Это десятый выпуск Эчердневого Айера. Наконец-то, спустя даже не помню, сколько месяцев мы опять собрались и любезно согласились поучаствовать в Hellraiser. Привет, Богдан. Я так намекаю, чтобы ты поздоровался. Да, привет. Кас. Привет, это я. Да, и Сергей. Вебки, конечно, много криво. Здрасте, здрасте, дорогие зрители. Давно не виделись. Пока все немножко обрезаны, но сейчас во время программы все это будет фикситься. Вот, пока начнем, чтобы не терять времени. И основной, мне кажется, вопрос это, почему в групповую стадию DreamHack пробилось столько наших? Я вот прям был очень рад. Столько? Столько-то сколько? Я думаю, могло быть больше, если честно. Да, тут, наверное, немножко не все понимают формат, насколько вот какой был, что прошли целых 24 игрока. И это очень много, кроме восьми еще приглашенных, которые были фаворитами. Там еще B мог пройти, на самом деле. Да, так что у нас СНГ в целом, мне кажется, что становится сильнее и сильнее игроки прогрессируют. Поэтому то, что прошло столько человек, но прошло как раз те, кто сейчас активно играют, тренируются много. И слегка много спотов было. Это не то, что мы прошли в там топ-8 все или как-то далеко по турниру. Это всего лишь квалификации, было очень много слотов и это не успех. Мне кажется, могло быть больше. Да. Это как раз то, что должно восприниматься нормально, а у нас почему-то это воспринимается как успех. Ну да, там с Францией какой-то столько же почти прошло, потому что Франция это небольшая страна. Не, ну как успех, по-моему, понятно, почему воспринимается. Не избалованы победами и приятно всегда видеть. В сравнении с прошлыми провалами, да, можно сказать, что это, по крайней мере, лучше. Да, ну и там реально-то вроде и по квалификациям результаты были неплохие, неплохие. Я уже не помню, кто там кого обыгрывал, но это в каждой квалификации... Там ладно, если бы в последней все прошли, там последний шанс и так далее, но там в каждой квали проходило там 3-2-3 как-то так. Ну да, так что... Ну, тоже стоит сказать, что такие квалификации сингл-элиминейшн, там очень многое зависело от сетки. Да, да, кстати, да, это тоже отдельная тема для разговора, формат. Дабл был лучше? Ну тут даже не проблема в дабл, тут проблема в том, что когда... В дабл еще было, на самом деле. По 130 игроков регистрируется, и очень многое зависит от того, кто под каким номером сеян, и кто куда упадет. Например, тот же Стрэндж, который никогда не играет ЕСЛ и Капы, он там был сеян под 120 номером, и там в первом раунде, в первой сетке, по-моему, он попался на Мари Лорда, что ли, а во втором там на Соло. Это первые раунды, то есть это раунды, где, например, топовый игрок должен играть против Алмаза, потому что именно так же сеят, типа первый с последним, и второй там с предпоследним. И из-за того, что много игроков, которые не активны были, или совсем не играют ЕСЛ, потому что там они стримеры или так, и регаются на такие турниры, они создают в сетке такие мертвые участки, где у тебя в одной части один-два сильных игрока, а в другой там десять. И то, что так все хотели пройти, и от сетки так много зависело, там было немножко неприятно. В принципе, я описал всю ситуацию, больше я думаю, насчет квалификации нечего. Да. Но мне кажется, что формат квалификации очень сомнительный, одним словом. А ты бы как предпочел сделать дабл? Дабл, да, просто дабл, и посев все-таки, ну как-то по Лигу Лаку, что ли, хотя бы. По Лигу Лаку это не так сложно сделать. То есть там топ-30 хотя бы, чтобы были посевены. То есть посев по ESL означает, что тот, кто просто не играет капы, у него посев ниже даже того, кто каждый раунд будет в первом раунде проигрывать. Он будет хоть какие-то там поинты набирать, рейтинга. Сейчас уже немного лучше должен быть посев во втором сезоне, потому что, ну типа в первом сезоне уже там все трипы, Марин Лорда, Стефан, у которых вообще очков не было, у них посев. Да, ну это проблема всегда начала сезона, и эти первые. Ну, мне кажется, что они могут что-то и поменять еще на второй сезон, потому что они же там собирали обратную связь, Аполло, все дела. Типа, ребята, что понравилось, что не понравилось, и там много кто высказывался, ну не много, но были высказывания, по-моему, и про формат квалификации, что дайте нам дабл лучше, или разбейте там квалификации на несколько дней, как-то такие какие-то вещи видел. Ну да, ESL-ы, по крайней мере, вот кто-кто, а ESL-ы стараются под игрокам делать лучше. Они ближе к комьюнити, например, намного, чем те же Близзарды или другие организации. Вспоминая вот все эти катавицы и такие мелкие турниры, ESL-ы всегда старались слушать игроков, поэтому я думаю, что в следующем сезоне они прислушаются. Но я не вижу прям огромной проблемы, потому что было прям три квалификации, что прям таких очень сильных фаворитов, кто должен был пройти и не прошел, я не знаю. Возможно, вот Стрэнджи не повезло, потому что у него с трех квалификаций были непростые оппоненты в первых раундах, ему было сложно. А вот так, чтобы прям кто-то именно из-за этого не прошел. Вот кто-то с нами мог быть одним из тех, но он умудрился на третью квалификацию все-таки пройти. У меня тут интернет вылетел, на секундочку. Ну, с квалями понятно тогда. Переходим, наверное, к группам. Как вам этот формат? Начнем с этого. Восемь игроков в группе, игры в круг. Это там сколько? Семь игровых дней получается? Матчи чуть ли не каждый день? Как вам? Семь раз в дни только? Да. Да, у меня посещение как будто, блин, больше. Нет, там было, по-моему, не семь дней, а десять. Там были перерывы некоторые. Семь противников в группе, ну, то есть семь матчей каждому игроку нужно сыграть. Ну да, да. Там перерывы были, допустим. Ну да, были перерывы, но и было так, что матчи каждый день, и вот на этот момент тоже, кстати, многие, ну так, кто-то сказал, интересно, прикольно, ново, кто-то сказал, что неудобно, очень много игр, очень много нервов, очень напряженный график. Как вам? Давай, Халты, первое выскажись. Да, вот я, кстати, открыл кноп таблички. Как сказать, формат хороший, но есть одно но, которое лично мне не нравится. Ну, то есть, я не знаю даже, как это описать. В целом, формат хороший для зрителей, и вообще, наверное, самый справедливый. Мне не нравится он потому, что мне сложно в моральном плане, в психологическом плане подходить к каждому матчу, потому что это распределено как бы на две недели, и типа тебе к каждому матчу надо подходить как к отдельному турниру, что ли, как к отдельному какому-то шоу-матчу важному. От каждого матча зависит твои шансы на выход из группы, и типа на тебя это очень сильно давит. Потому что, например, в чем разница между ВЦС, ВЦС, которые в прошлые годы были, ты играл один, ну там, один-два дня, и ты был, все мысли у тебя, все, только про Старкрафт, что сыграть, там, все, ты только про это, об этом думал. А тут тебя на две недели, типа это в голове держать каждого соперника, типа, ну это очень трудно. То есть я бы, конечно, я лично бы предпочел, чтобы как-то было это не так сильно распределено, типа на две недели, по два матча в день хотя бы. Это, наверное, сложно, потому что такое количество матчей они не могут сделать больше, и так было полдня матчей. Ну без стрима, наверное, или типа... Тогда нету смысла это делать, да. То есть это, наверное, самый оптимальный. Я и говорю, что для зрителя, наверное, так лучше, но мне именно это прям... Это тесты для игроков на стабильность, это прям действительно много стресса, а тем более для новых игроков, которые нервничают перед каждым матчем, тебе реально... Ты сегодня отыграл один матч, и завтра нужно снова играть только один матч, и тебе вот мысли все время в стрессе, очень много стресса, мне кажется, было. Он же даже другого писал, тот же, который, я сказал, был очень опытный, что для него это тоже проблема, что именно надо перед каждым матчем настраиваться. Я думаю, это проблема непривычки, то есть это то, что мы еще не привыкли так. Но это, наверное, самый оптимальный вариант для онлайнового турнира, еще и такого было большого. Тем более это самый справедливый формат, без вопросов. Я, кстати, почитал наоборот, по-моему, в Твиттере писал браток, что такой формат позволяет подготовиться к каждому сопернику. Это очень спорно. Нет той какого-то неопределенности, когда ты на большом турнире играешь за один день три групповые... Есть формат GSL, например, где ты можешь подготовиться тоже. Ну, типа, ты можешь подготовиться, но ты играешь один день и все, типа, то есть решать... Вряд ли ты подготовишься прям сильно так под оппонента за один день, когда ты там год тренируешься, например, а тут у тебя 10 матчей за 10 дней, и у тебя каждый день другой оппонент, и ты прям что-то сверхнеобычного не выберешь. Ты не будешь целый день садить, готовиться, разбирать игры одного игрока, а на следующий день не разбирать игры другого игрока. Слишком много будет информации, и ты уже сам перегоришь. Ну, допустим, у тебя есть какое-то... Потому что ты, типа, если проиграешь, то тебе очень неприятно будет, что столько времени... Ну, то есть у меня такое просто тоже было. Ты тратишь много времени, готовишься, там, играешь, смотришь воды, этот матч проигрываешь, и как бы... Это просто зря было. Как вот на турнире, вот, в прошлом ВЦСе, где у тебя есть группа первая, но это только первая групповая, есть ещё вторая и третья, ты готовишься только к первой, к первым матчам, первый или второй матч, и ты после этого уже играешь следующую групповую, уже сразу после неё, уже с новыми оппонентами, и ты уже к ним не готовишься, но результат иногда бывает даже лучше. Да, да, но у меня точно лучше, я говорю, да. Ну, это, наверное, каждому своё. От игрока, да, зависит нам тоже, кажется, от его стиля там. Ну, что именно лучше сделать? Ну, это, наверное, нужно много думать, и я думаю, что организаторы как раз этим заняты, и я не думаю, что нам нужно об этом голову забивать, мы просто можем высказывать свои мысли, а прям, чтобы целый какой-то формат готовый был, который лучше этого, я не знаю. Ну, вот смотри, если вы говорите, что формат, как, допустим, на Пролиге или на ГСЛ, он получше, например, можно было так подгадать, что один игрок за день играл, допустим, три матча, потом на следующий день уже так подгадывать, что другой игрок, три матча, он как бы, и потом два дня отдыхал. Ну, каждый игрок, но матчи были при этом каждый день. Ну, тут тоже получается, что есть свои плюсы, есть свои минусы, то есть ты уже будешь иметь такие большие перерывы, ты тем более не сможешь так хорошо подготовиться, а в-третьих, я не думаю, что это прям будет интересно всем, некоторые хотят просто, чтобы их каждый день смотрели им так интереснее. Ну да, тут с расписанием, я думаю, что... Это, наверное, лучше было бы для стримеров, потому что ты, например, хочешь СНГ игроков, ты увидел какие-то игры там Блая в определенный день, ты этот день отстримил, а другие ты уже можешь там отдыхать. Ну, это, наверное, меньше интереса в целом было бы, потому что именно вот цель хорошая, так по одной игре каждого транслировать, потому что это как будто единит игроков, что комментаторов не разделяет. А то бы все просто смотрели фаворитов, а там, где игры неинтересны, они бы их не смотрели. А так, когда вперемешку, это более плавные переходы. Я вот думаю, что кажется, да, что этот формат для зрителя лучше, что много игр, но с другой стороны, можно так посмотреть на это, что типа... И как бы обесцениваются игры, то есть их много, что уже там... Ну, не так интересно смотреть, когда игр прям там по 20 штук каждый день, то как-то ты уже не с таким прям... Ну, вот это да, это... Немножко, ну, то есть слишком было. Это правда, да. То есть у тебя есть какой-то... То есть когда ты смотришь GSL, там какой-то накалываешь, что вот если человек проиграет, то все, он вылетает. А тут ты смотришь, у него там еще 6 матчей, и типа, ну, блин, какая разница, как он сыграет. Мне кажется, на день уже там 4-й, 5-й уже было как-то ощущение обыденности, где... Ну, да, да, мне тоже такое было. Как-то это не очень, типа, прям интригующе прям так. Да, уже пропадал такой азарт своеобразный. Это, во-первых, можно изменить или еще больше растянуть формат, или как-то, я не знаю, чуть поменять. Ну, я тоже не знаю, как это сделать лучше, потому что действительно много игр, и ты вряд ли сможешь это по-другому как-то сделать. Разве что сделать больше групп... Мне кажется, что было раньше лучше, где было не просто 4 группы по 8 игроков, а сделали бы, например, 8 групп по 4 игрока. Это было бы поинтереснее. Ну, это, типа, более рандомно. И ты отыграл свою группу, и уже ты отдыхаешь. Ну, да. Ну, а так, допустим, ты бы попался в группе с, там, Солом, Сиралом и Вьютермалом, и ничего не было. Нет, так вот там играл, и все будет. Да, пассив же всегда будет... У тебя всегда будет один фаворит, и там два других игрока, с которыми это, там, более-менее равный. Плюс, как бы, ну, а чем это отличается от того, что вот мы, например, Солом заняли последние места в группе с 8 человек? Это как бы тоже. У меня лично самое сложное было. Не, ну, тут, по крайней мере, попробовали, посмотрели. Это, опять же, в новинку, и на первых парах, по крайней мере, это такой хайп, типа, оу, еа. Круговая система, там, что, призовые за каждый матч, игроков много, новых лифт много. Интересно, да, там, все семь человек сыграли, там, с Сиралом, семь матчей с участием Сирала, опять же, ну, не прекрасно ли это? Вместо того, чтобы, там, посмотреть два быстрых бот-ри, где он всех уничтожает в большинстве случаев. Тут, вон, какие игры были. И Ламбо он проиграл, и с Марин Лордом крутая катка была. И еще, наверняка, там еще какие-то вещи. Вот, так что... Не, я понимаю, что можно найти плюсы и минусы, но я говорю, что именно мне, как игроку, такой формат мне очень нравится, что я хотел сказать. Ну, это, это понятно. Ну, и, понятное дело, самый большой минус, типа, ну, это, как сказать, это очевидно, но, ну, в текущей ситуации, что, конечно, на лан-турнире как-то это все более эпично выглядит, конечно. То есть, ну, я не знаю, как финал будет, конечно, как продакшн сделает, но, мне кажется, конечно, лан-турнир, ну, вы... Ну, лан-турнир всегда лучше. Больше эмоций. Ну, да. Ну, да. Да, что-то все онлайн. Ну, тут, знаете, у меня даже мысли проскакивают, что могут так и оставить в онлайне даже после карантина. Ну, типа, у нас сейчас реально в универе, у нас же перевели всех на дистанционку, ну, типа, онлайн-занятия, и, как бы, карантин вроде снимают, но говорят, типа, а на дистанционке-то норм, давайте и дальше. Ну, организаторам это, конечно, проще, меньше готовиться, не надо вот все эти сцены, компьютеры тащить и так дальше. Это, с одной стороны, столько всего упрощает и игрокам, перелеты, перевозки. Это, как бы, одна такая деталь. Другая, что ты все-таки не чувствуешь тех же эмоций, что на лане, ты не общаешься. Тоже большая часть, где ты проезжаешь, но вам просто пообщаться неплохо, провести время и зарядиться вот этой атмосферой Старкрафта. А то, что ты сидишь дома, как бы, это, как бы, не сильно тебя мотивирует. Даже если матч важный, ты стараешься настроиться, ну, блин, сидишь дома, там, в трустах, как бы, покушал рядом, отложил все в сторону, так, так, сейчас буду в АЦС играть. Ну, это немножко не те эмоции, которые ты хочешь вкладывать в такие важные турниры, к которым ты готовишься столько месяцев. Да, да. Если это будут на следующий сезон, это немножко грустно. Я все-таки надеюсь, что хоть какие-то лады, но будут. Если, конечно, там, с ковида опять не будут как-то. Да. Это эпидемия. Тоже хочется, как бы, конечно, приоритеты ставить на здоровье и на то, чтобы все было надежно, но не хочется лишаться ладов. По поводу трусов картинку показал. Надеюсь, на свои? Как-то ты на ней приподнялся. Ну, картинка неправда. Да, вот. Я не думаю, что ставят вникать. Так, давайте по группам. Я смотрю, борьба-то была плотненькая такая. Допустим, тот же Хэл, он хоть и занял последний, но в одной победе, грубо говоря, от проходного четвертого. Ну да, как это ни странно, типа, я как бы последнее место, но там типа, из-за разницы по картам я последнее место. Да, тоже очень многое зависело от матча. Я на самом деле очень выбил из колеи типа, матч со скиллоусом, потому что я как-то, ну, матч со скиллоусом самый для меня напряжный был, наверное, во всей групповой, в плане нервов. То есть, я там очень сильно нервничал, и очень много, очень много глупых ошибок делал. То есть, у меня там иммортал и с робот типа, угол карты по раллипойнту шли, там, где-то я не спасал архонов, когда мог спасти призму. Ну, то есть, много ошибок таких именно из-за нервов. Из-за этого я проиграл очень важный матч, то есть, это прям чуть ли не решающий матч был, из-за этого мне потом было тоже сложно, потому что я понимал, что уже все. То есть, у меня права на ошибку нет, я должен всем матч побеждать. Ну, вот, он победил, и из-за этого получилось. Да. Он, кстати, с Стефаном, мне кажется, ты мог бы его подолить, но, видимо, вот на этой безморали. Но там, как бы, я ошибки делал еще, я плохо, короче, подготовился к Стефану, мне кажется. Ну, то есть, я играл с ним, как с обычным Зергом, а он, типа, у него свое понимание, свой стиль, и, ну, это уже долго растаялся, это уже чисто, ну, внутриигровая тема, то есть, как могло бы с ним играть, иногда. То есть, я с ним неправильно играл, скажем так, это уже мои проблемы. Тут еще один такой момент, его Хиромарин вроде отмечал там, где-то в последний день, что в какой-то момент исход, ну, группа, грубо говоря, перестает зависеть от непосредственно игрока, который играет. И вот, например, в последний день, я уж не знаю, это я конспиролог или что-то, но Сол просто, если я правильно помню, отдался там Марин Лорду, которого, я думаю, вполне мог бы при иных раскладах потащить, но у Сол это уже игра была сделана, по большому счету. третье место занимал, в любом случае. Для этого они сделали 125 долларов за матч, на самом деле. Ну, может быть, может быть, но по итогу, скиллолс остался пятым. Я не говорю, что там Сол прям сознательно слил катку, но... Нет, он точно не сознательно слил, просто мы там со скиллолсом обсуждали, там Сол прям готовился к Марин Лорду, его скиллолс попросил, там скиллажером кастом играл у Сол. То есть, там, он готовился... в сути... То есть там, ну, Марин Лорд, надо понимать еще, он именно в ТВТ очень сильен, то есть можно посмотреть его историю матча, там и Хиромарина, клемма я видел на онлайн-туреках убивал именно недавно, где-то пару недель назад. Да, это матчап, где заготовки очень сильные решают. Да, да, он еще решает, типа, стратегии в начале, которые... Ну, то есть, зеркальный матчап, и все такие, там решают, опенинг очень сильно. И типа, Марин Лорд, насколько я знаю, в первой игре я зачизил, а второй я не смотрел, не знаю. Забавно, что Марин Лорд проиграл как раз Хеллрейзеру и Скиллоусу, и их обоих обошел. Да, ну, бывает. Там же у нас группа была, то, что в конце, в конце группы, кроме меня, все имели шансы выйти. Даже, там Стефана, я слышал, там, помни говорил, что он мог 2-0 выиграть, и типа, там он же 2-1 проиграл, ну, с Эрл. Если бы он 2-0 выиграл, то вышел бы Стефан вообще. Нехило. Даже Марин Лорд 2-0 бы не вышел. Есть такое. То есть, там вообще такие расклады. Интрига до последнего тура у нас была. Самая интрижная группа была. Один плюсик, один плюсик в копилку формата. Ну, во всяком случае, в этой группе что? Да, то есть, есть плюсик формата, что если до последнего раунда дошло, и там типа будет близко, то последний раунд самый интересный будет. То есть, все раунды, это для того, чтобы интрига была в последнем. Ставки удваиваются. Да, то есть, ты играешь все матчи, и потом, например, а, еще во второй группе, тоже группе B, там была тема, что Герард Харстон играют, у них счет 1-1, и вот эта последняя карта, одна карта, одна, решает, кто из них выйдет. Да. То есть, кто выигрывает эту одну карту. Причем, там был прикол, что кто-то занимает четвертое место, а кто-то шестое, то есть, даже не пятое, и он намного меньше денег получает из этого. то есть, одна карта решает, просто одна. То есть, ты играешь весь турнир, там, шесть матчей, и решает, выйдешь ты или нет, не один матч, одна карта. Просто. Ну, это интересно, на самом деле, да. Ну, да. Вот такие моменты, это интрига жесткая, там, нервы там, да. Получается, как будто прямо, ментально по-другому настраиваться на этот тип турниров. Это уже не у КСССР, это как марафон. То есть, это даже не хом-стори, на котором тоже был, как бы, дабл эллиминейшн, можно сказать, то есть, ой, не дабл эллиминейшн, сори, раунд тропин. И, можно сказать, то же самое, но на самом деле, это вообще не то же самое, потому что там раунд тропин, все в один день играют. Ну, то есть, одна группа один день играет сразу, все матчи. Как бы все равно настраиваешься, тут будет играть один день. А тут ты настраиваешься играть две недели. Это прикольно, потому что вот такие группы на восьмерих человек, тут по-любому будет два-три аутсайдера, и у тебя даже, ну, хотя бы минимум в одном-двух матче будет шансы, как бы, победить. И даже для самых слабых игроков в группе, как бы, был момент, где они сражались, там, за 125 долларов, что довольно-таки неплохо. Гоблин, Гоблин гарантированно занимал последнее место, гарантированно, и он все равно решил побороться за 125 долларов и не выпустил лейзер из группы. Да. То есть, лейзер, если бы лейзер... Это гениальная идея, на самом деле, по поводу каждого матча за 125 долларов. Мне кажется, что это то, что они, по крайней мере, должны сохранить. Да, 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 это 100%. Это, как бы, да. Ну, то есть, чтобы мотивация была. Раньше же основная проблема была таких вот раунд-робинов, что матчи, у которых нет уже цели, игрались на отвали. Типа, на пофиг. Сейчас же этого не видим, потому что есть все-таки призы за каждый матч. Да. Ну, по-моему, это да. Да, да, да. Ну, это не то, чтобы новинка, а такое, то есть, на некоторых понятиях, что бы... Ну, по крайней мере, заставляет даже самых слабых игроков как бы цепляться, какие-то закатовки делать, что-то интересное готовить. Типа, есть уже как бы шансы против игроков намного сильнее как бы просто два раза чизынуть и так дальше. Это здорово, здорово. Касов, что у тебя не пошло? Первые два матча. Я очень плохо начал этот DreamHack, и у меня два матча были, мягко говоря, самые простенькие, и я в этих двух матчах, лидируя 1-0, проигрывал матч 2-1. Это меня очень сильно подкосило так сильно, что я... У меня вот после второго матча с Blind, я где-то два дня не мог улыбнуться даже, какой-то такой вот был негатив, то ли полуткая депрессия, потому что я чувствовал, насколько как бы это все могло быть по-другому, если бы я после первых двух матчей 2-0 ввел в группе, и это не просто как бы... Но я бы по-другому играл, против Банды, против... У меня в конце еще оставался матч против Spaz, где как бы чуть ли не точно я бы выигрывал, где было бы 3-0, я бы точно из группы почти выходил. Ну, много чего могло быть по-другому, но вот, наверное, самые важные свои матчи я просто проиграл, и из-за этого так получилось. Я думаю, вот это, да, тоже важно, что, типа, если ты вначале... То есть там... Если вначале проигрываешь какие-то матчи, то ты уже потом, оно как сноуболится, потому что, понимаешь, что у тебя шансов уже мало, и тебе, типа, сложно собраться. Вот именно важные матчи, потому что по-любому в группе будут фавориты, там какие-то Serral, Showtime, и ты, если первый матч им проиграешь, это еще нормально, это еще ничего страшного. Но если ты, например, играешь, там, в игру с Блаем, в котором, типа, вы играете 50 на 50, и ты ему проигрываешь, ты уже понимаешь, что, ну, это тот игрок, которого ты был обязан выигрывать. Ну, это... Я тут... Я тоже самое говорил вот именно перед группами, что лучше всего играть с фаворитами в самом начале, потому что ты не ощущаешь прессинга, типа. Да, да. То есть ты можешь даже зацепиться, но если ты проиграешь, тебе не будет обидно вообще. А, да. Я после этих двух матчей, наверное, уже только вот к шестому туру оклетался, потому что я не мог играть нормально уже. Я как-то уже настолько сдался, настолько уже был в минусе по морали. Сложно, сложно. Даже невзирая на то, что, ну, ты все равно получаешь уже за то, что ты попал на этот турнир. Типа, это уже успех, это уже круто. Ты должен просто расслабиться и играть в свою игру. Но сложно, сложно. Опять же, в защиту формата ты проиграл, но у тебя есть сутки на то, чтобы как-то поклиматься вместо того, чтобы там вот матчи идут подряд, и ты не успеваешь. поспал и уже чувствуешь себя получше. Нет, мне все равно лучше подряд, потому что у меня просто настрой один побеждать, то есть, а так ты, наоборот, больше можешь загнаться, потому что ты можешь подумать, такой, блин, все, не выйду, там, больше такой... Это как можно столько в две стороны смотреть. Да, от человека зависит. Кто-то так воспримел, кто-то наоборот, типа, сказал бы себе, две игры проиграл, можно расслабиться и уже играть типа в кайф, и уже играть на расслабоне, а кто-то типа вот приуны, приунует, как вот я, и дальше будет играть вот так, на минус морали. А кто-то наоборот, типа, теперь я должен побеждать, я фаворитов разнесу. Кто же как пойдет, кто как это переживает. Сергей, ну давайте пробежимся по другим нашим игрокам, кто как отыграл. Блайн прошел. Вот, еще мы с Блайн начинаем, давай с первой группы А. Ваня вас не удивил. Мы с первой не прошел, а, ну или мы, я не помню, как не смогли. С группы А они прошли с Хеллоу, с Рейл и Хелл Рейзер. Но скилл был близок. Скилл был близок и... Тут много были близких, потому что, например, в последней группе, если бы Хелл Рейзер не выиграл 2-1 Рейла, а Рейл бы выиграл Хелл Рейзера, то Рейл бы прошел. мог бы Верди пройти. Ну да, кстати. То, что он в личных встречах победил Мэрин Лорда и он бы даже 7-9, даже если 2-1, то есть последняя карта, что Хелл Рейзер выиграл. Нет, Верди нужно было 2-0 побеждать. Он проиграл Мэрин Лорду лично. Разве? Да, он 2-0 проиграл. А, да, 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 видишь. Мы 2-0 в любом случае, если бы он победил 2-0, он бы точно вышел, независимо от других результатов. Да, причем он 1-0 уже побеждал. Ну да, да, то есть он был в одной карте, в одной карте от выхода из группы. Вот так вот. В группе Б браток сенсацию сотворил Хиромарина обыграл. Какая же это сенсация? Первое место. Это обыденность, это ежедневное состояние. Реальность. Не, ну... Тем не менее, тем не менее, и стал единственным, по сути, кто Хиромарина обыграл. Хиромарин по итогу попал, ну ладно, на второе место в плей-офф на Рейнера. Но тоже вот такой результат был неожиданный довольно. И часто много Паша играл с протасами в мех, но мне кажется, что если Шадоун этому еще удивился в какой-то степени, то дальше уже от него этого ждали многие игроки. Ну, по моим ощущениям, как стороннего наблюдателя, и четко уже там знали, что делают с этим. Протасы, которые... Я как не зайду, но на стрим к Пашу, он постоянно играет в мех на ладыре. Ну, нравится ему мех, его стиль. Да, это его основной стиль. То есть, он не удивил, как бы все наверняка уже знали про это, но другое дело, что таких мало игроков и трудно подготовиться. Мне кажется... Да, и в первую. Не, я в основном про... Я просто первую, первую защитил. А, да он био уже защитил. Я главным образом про ПВТ здесь, потому что ТВТ там, ну, понятно? А вот в ПВТ, да. он тоже био играет, на самом деле. он мех играл много на Dreamhack'е. Да, я вообще имею ввиду, то есть, на LADR он играет био. Ну, наверное, ему казалось, что у него большая шанса, что он за био мало выигрывает протас, как и я, в принципе, мы очень похожи в это. Да, мы... вчера Кас тоже самое рассказывал, а потом на стриме такой взял, подряд выиграл MIVA и шоу-тайм облайте. недостаточно уверенно побеждаю. Блэйтанда будет, да, Блэйтанда не менее. На самом деле, много кто думает, что мех это там удивляет и так дальше. Очень много тоже зависит от стартовых опенингов и от того, что игроки ставят большую ставку на первую атаку или на то, как у них опенинг зайдет. Тут уже не столь важно, ты играешь в мех или био, столь важно, как ты удивишь оппонента вначале. Просто у братка были такие биллдордеры настроены на то, что он вначале многое харассит и с этого проще играть мех. А то, что он проиграл, это скорее не из-за того, что меха, а из-за того, что он исполнил вначале плохо довольно-таки свои опенинги. Я не думаю, что мех прям неиграбелен. Не, он играбелен, но... Только внимание уделяем, как будто он из группы с первого места вышел. Ну, это же, так что, блаток. Да. Дальше группа С. Блай вышел. Молодец. Да, Артур имел хороший шанс. Артур удивил на самом деле. Да, про удивление. Банду как много кто писал, что типа Артур не впечатляет и так дальше. Мне на самом деле оно сильно впечатлило. Не только из-за того, что он меня выиграл. У меня есть там другое мысль на мой сет. Но как он другие матчи играл, как он банду победил, как он с клеммом играл. Уверенно с паза выиграл, что таймом так неплохо покатал. мне сильно понравилось. Он, конечно, с зергами не впечатляюще играет, но с терринами, с протасами он меня удивил в хорошем плане. Там сильно хайпили комментаторы по поводу его контроля. Ну он очень хорошо начал. Я не сказал, что там в контроле делал. Скорее какой-то супер прям жесткий. Мне кажется, что он подготовил просто хорошие нестандартные билды. То есть было видно, что в каждом матче он играл не так неметово. Наверное, это из-за того, что он на корейском ладере тренируется или может стимейтер или кастомки играет. Мне кажется, он именно к этому турниру хорошо подготовился именно в целом вообще по игровой форме. То есть нигде не было видно, кто так пришел и хорошо сыграл, солидно. В чем тоже можно сказать, что он мог на этот турнир вообще не попасть, потому что он прошел по третьей квали и довольно-таки простенькой сетке. Поэтому то, что его так начали хайпить сильно, мне кажется, что вот это зря. Таких игроков нужно поддерживать, понимать, что они прогрессируют и будут прогрессировать, но не нужно сразу с них делать и ожидать от них чего-то прям сверхсобытий. он отыграл очень достойно, но не надо прям думать, что он уже прям топовый игрок, ему еще очень много нужно работать. Не, это понятно, но просто он еще, если брать западное сообщество, мы-то его хорошо знаем давно, а для западных чуваков он относительно новое лицо, типа, чё, какой Арктур, и тут как бы такой выходит и сначала касса обыгрывает потом банду, все такие, что, это кто такой? Ну, вот отсюда и потом понятное дело, что он там обломался об Денвера, а кто там был еще? Ну, это, говоря, не знаком для кого, потому что, например, тоже, наверное, Зиге тоже не для кого не знаком, а тут он попал на турнир, он просто раньше на турнир не попадал в такие групповые стадии, а тут попал, и таких игроков много, которые вроде крутятся на сцене уже там лет 5-6, а тут они просто попали в групповые. Ну да, как кастом. Да. Да нет, даже Зиге, даже тот же Шпарс, который тоже в группе с Аттуром был, они более известные, мне кажется, на Западе. Мне вот всегда казалось, извини, что перебиваю, что у него никнейм Спаз. Да, да, он поменял никит, у него был Спаз сезонов. Я у него спрашивал как-то на этом, на турнире каком-то, который я коментил, там маленький, я говорю, а как читать, как по-английски или как по-немецки, он говорит, без разницы. Поэтому я его Шпарс зову, и как бы он, по-моему, с этим нормально, ему без разницы. Он сам сказал. Я долго думал, что это совсем другой игрок, когда я первый раз увидел в сетке, думал, что это такое, что это тот же или нет. Я еще помню, он проиграл соулу 2.0, а я не знал, это он или нет, и я спрашивал соула Дэнки, когда готовился к нему на ЭБЦСе, и не знал, это тот же игрок или нет. Но мне почему-то показалось, что не может быть два игрока, там 6200-6300 ММР, просто с такими похожими никнеймами. Поэтому уже догадался, что это он, скорее всего, поменял никнейм. Ну и группа Д, наверное, давайте, что там, Ваня, Ваня молодец, в общем и целом, достаточно уверенно на четвертое место проиграл фаворитом Рейна Румани. Третья даже? Да. О, да, вообще круто тогда. Ну там серьезно побороться. Там не сильно решают прям третья и четвертая, потому что все равно соперник будет у тебя, у тебя может быть как и сильный, так и слабый, что с третьим, что с четвертым местом. Ну не слабый, а имя в виду номинально, то есть, то есть, как сказать, ну в общем, да, третье и четвертое место это не принципиально, мне кажется. Ну, да, ну как бы это на один выгодный матч больше, плюс 125 баксов, вот, и немножко, наверное, повезло, что Свартов обыграл Лейзера, в том еще и Лейзер проиграл Гоблину, вот, но в целом... к Ване отношения не имеет, Ваня наоборот мог еще даже второе взять, Ваня сам как бы... второе было далеко, если честно, то есть... Почему далеко? Ваня, Ваня, Ваня он 2-0 проиграл, то есть, и Рейна... Ну да, то, что Маня проиграл... Ну и Рейнар 2-0, то есть, ну, там, близко не было по второму месту. Если бы Ваню выиграл, бы второй льзел. Если бы... Не знаю, Ваню как бы не все понимают, что он уже, наверное, даже в прошлом сезоне, пару месяцев тому, как стал таким неплохим, там, 6-600 игроком и таким солидным, типа, для своего уровня, все почему-то до сих пор думают, что он еще такой полусредний такой игрок. Он уже давно, уже в топу ворвался, и если дальше только будет прогрессировать, то у него... Вот такие результаты не будут вызывать удивление. Мне, например, не удивляет, что он вот на третьем месте пробился в плей-офф, потому что он действительно показывает хороший уровень уже долгое время, а не просто в этом сезоне выстрелил. Нет, про удивление, понятное дело, не вещь. Результат, словом, ожидаемый, но от этого не менее приятный, так скажем. Вот. Да, приятно удивил. Тем более, что ему хватило, как сказать, стабильности, что ли, потому что даже на тех же Nation Wars много от Вани ждали, но вот что-то ему тогда то ли нервы, то ли что-то не хватило маленечко, чтобы показать лучшую игру свою. А здесь вот достойно справился, и это тоже как бы приятный момент. про это я хотел сказать, что был у него некий спад, и даже все мы помним, что были мысли уйти из Саркрафта, но вот опять начал тренироваться, и вот привело его к плей-оффу. Упорство и труд. так что теперь будет бороться с Блайем, битва СНГ и зергов. Наверное, пройдет. Обидно, что, да, вот мы попались друг на друга. Тут как бы двояка. Да, тут гарантированно кто-то пройдет дальше. Мне кажется, это да, очень здорово, что один СНГ пройдет дальше, потому что если бы они были в разных, например, там, Ваня сортов, Блай Птидрога, то был бы большой шанс. Я почему-то, не знаю, не сильно верю в этом сезоне в Блая. Можно вот, думаю, меня понять, смотря на игру Блая, как он в последнее время выступает, он очень нестабилен, и он может проигрывать откровенно слабым игрокам, и он уже давно не выигрывал прям откровенно сильных игроков, и как-то видно, что его уровень уже немножко так упал, и если бы был матч, например, Блай Сол, или Блай Птидрога, или Блай Денвер, я почему-то бы не сильно верил в его шансы в плей-оффе. То есть даже против не самых сильных игроков. Не, но если что, то если вы посмотрите Али Гулаг, Блай Ваня, то там для Вани не очень все хорошо выглядит. А Ваня проиграл последние матчи 5-0-3. Прямо 0-3. Да, да. Но Ваня в ЗВЗ очень плохо играет. Он Йонг Якову вчера проигрывал. Он в последней тренажной программе. Да, то есть у него ЗВЗ ужасно. То есть если другие матчапы он уверенно отыгрывает. Он против Протаса так вообще, по-моему, там божит. А вот Зергами ну, увидим. Это как раз интереснее, сможет ли он подготовиться. Это может быть еще один шаг к его росту, если он оселит Блайн, для него тем более. Ну да, потому что тем более одно дело это играть на турнире каком-нибудь, где ты просто по сетке попался, другое дело, когда у тебя все-таки есть три дня подготовиться или сколько-то там дней. Да, это как челлендж, вызов на Ване. Окей, да, желаем им удачи. Было бы здорово, если бы они оба прошли, но это невозможно, поэтому завтра мы узнаем, какой Зерг пройдет. А вообще, кого вы считаете фаворитом? Опять же, да, Серау и Рейнер, как всегда. Я думаю, Серау очень точно, но Рейнер не уверен. Я в Клема очень хочу посмотреть, потому что он настолько жестким в последнее время стал, что когда он играет свой пик, блин, он настолько не остановим, тем более матча ПТВЗ, который сейчас наверное самым сильным. Он в последних матчах пяти наверное обыгрывал с нулевым счетом, и это прям очень жестко. конец. Но при этом вчера проиграл Джеральду вроде на ESL. Да, у него еще ТВТ не очень, я думаю, его Термал 3-0 должен побеждать. Да, сейчас мы уже видим сетку, видим, что он уже 3-0 ману выиграл в первом раунде, то есть он уже в линерах в полуфинале, то есть тоже топ-6 по-моему. Термал, я думаю, его... Ну, Ютермал, он брал какую-то феноменальную форму за последнее время, и он никогда не кажется фаворитом турнира, он всегда игрок, который может подпортить нервы любому из топовых игроков, но когда смотришь на него и думаешь, сможет ли он выиграть турнир, тебе никогда такое не покажется, но в последнее время он так много уже начал удивлять, там ESL тащить, вот групповой ВЦС там прошел феерически для него, он там всех пообыгрывал, то тут уже наверно вот на него нужно еще посмотреть получше, и этот мальчик Лем Ютермал, кто-то из них будет уже в финале, то есть это очень жестко. Но Ютермал, он очень хорошо, мне кажется, умеет именно что подставиться под соперника, он сам говорил, что я очень часто, не, он сам говорит, что я очень часто тут наверное дело в том, что он, у него арсенал всегда очень большой, и он может отыграть очень разные вещи, так что он просто может выбрать какой-то свой нестандартный билдордер, и оппоненту сложнее будет, а то, что он прям подстраивается, это спорно. Он просто, да, он просто сам чуть по-другому играет, и это выглядит будто какая-то постройка, хотя на самом деле просто оппонентам очень сложно против него играть. Я думаю, Сарал фаворит, а остальные... Да. Тут, конечно, сетка такая дикая получилась, где... Вверху, в верхней части сетки рейнеров как бы... Намного проще дела. То есть Рейнар Хиромарин и Шоу Тайм Сирал это, можно сказать, четыре самых сильных игрока, ну, наряду с клеммом в Европе. Да, да, согласен. Номинально именно это да. То есть вверху три игрока, которые, ну, слабее любого из игроков в нижней сетке. Так что сейчас будет интересная игра. Да, Рейнар Хиромарин сейчас будет, так что смотрите там, да, интересный матч. Шоу Тайм Сирал? Ну, Шоу Тайм Сирал там уничтожение будет. Сирала? Ну, не Сирала, к сожалению, но да. Я почему-то верил, что Шоу Тайм выиграет. Не, я после матча с Денвером не верю больше. Может, он не палил билды. Ну, знаешь. Там не делай, там не делай, не впалил билды. Он там от большого преимущества проиграл Денверу. Может, он активизирует свой стиль стена и Сирал не пройдет. Ну, Денвер как-то прошел все равно с наставанием. Ну, может, он ленился и не хотел. А не стена у него, забор был какой-то. Беревание. Ну, увидим, увидим. Касс прям понуждает меня опять эту картинку показывать. А где это на тролле? Я не видел. Это какой-то фан-клуб стримов кассы или что? Это скорее тролли стримов кассы. Клуб троллей. Итак, давайте подведем итог этой теме. Нас ждет плей-офф и сейчас мы одним глазком посматриваем на матчи. Хотелось еще поговорить про Team League недавно анонсированную. Да, есть такая. Столько негатива, конечно. Как вы относитесь как игроки? Снова такие есть плюсы, есть минусы, но я думаю, в принципе, идея заслуживает внимания. То есть, я не бы не сказал достаточно, что это плохая идея. Мне кажется, попробовать стоит хотя бы один сезон. Ну, то есть, сезон там или один турнир. Посмотреть, как пройдет, тогда уже говорить. Но в целом, самый большой минус, наверное, что это как-то несправедливая тема, потому что там игроков будет выбирать комментаторы, то есть, ну, они чисто на свое усмотрение будут выбирать монетное дело. То есть, они не по скилу, по скилу тоже, но имеют все-таки они более так личные предпочтения. И то есть, это как-то несправедливо, то есть, нет объективности. То есть, объективнее было сделать какие-то квалификации или еще что-то такое. Ну, или там квалификации, то есть, это будет именно интересно. Но в плане честности, то это как-то ну, именно нечестно, считаю. Исправедливо. Мне кажется, у них затея... Дрителям это будет круто, мне кажется. У них затея больше на шоу, как такой вот проект, который должен больше принести пиара и какую-то вот основную идею, как именно Тимы Лиги они не закладывали, это скорее сейчас много негатива из-за того, что многие неправильно поняли Blizzard, ну, или Blizzard сделали так, чтобы их неправильно поняли, когда они объявили командную лигу, типа, в словах командная лига, все почему-то подумали, что это будет лига команд, когда это просто как бы пиар-проект от них, чтобы StarCraft осветить и собрать всех как бы самых знаменитых игроков и комментаторов, которые известны, медийные, то есть, это такой медийный проект, как бы этот медийный проект немножко посвятился. И тут, наверное, обидно именно вот сама подача от Blizzard, от того, что они это так преподнесли. Не знаю, хорошо или плохо, мне как бы, я к этому отношению, наверное, никакого не буду иметь. И для StarCraft в целом это, наверное, хорошо в медийном плане. А как для развития StarCraft, я думаю, что это около нулевое эффект будет иметь. То есть, чуть-чуть больше денег они дают. ну, я не думаю, что это лучше, чем ничего. Это скорее просто ничего, потому что это просто немного денег спонсорнуть топовым комментаторами, топовым игрокам. Это никак на развитие StarCraft не повлияет. Скорее вряд ли. мне кажется, может влиять. Ну да, единственное, что может немножко привлечь аудиторию, потому что очень много медийных лиц, очень много пиара такого. Но так, в плане развития StarCraft, это, наверное, ничего не даст. Сейчас же меня просила команда их позицию тоже высказать. они думали, что мы будем тут обсуждать эту тему. Их именно обижает то, что слово командное типа Blizzard использует, то, что было много негатива, это связано тоже с постами, которые Blizzard писали петиции все команды, которые собирались, то, что почему-то все команды сразу подумали, что командная лига, и они имеют к этому какое-то отношение, и Blizzard им даже не ответили ничего, то есть просто проигнорировали все существующие команды, и дальше как бы делают свой проект. Поэтому не знаю, немножко разодорило тут все это, и то, как Blizzard себя повели, я к этому как-то очень просто отношусь, я просто это все не воспринимаю, у меня нет никакой абсолютно позиции здесь, я просто буду наслаждаться StarCraft, если будет какой-то ивент, не игнорить, не бойкотировать, просто смотреть, но как-то воспринимать это за что-то глобальное не думаю, что стоит. Вы будете заявки подавать на участие? да, я подал я думаю, что все подадут вопрос, как бы, если это будет как-то бойкотироваться, или что-то в этом плане делаться всеми командами, или как-то это будет развиваться в негативном плане, тогда уже будут приниматься решения. А пока что? Мне кажется, что-то КАСПРА в том плане, что они неправильно как-то оформили название, формат, их неправильно как-то будто какой-то был кликбейт, что они анонсировали командную лигу, а потом оказывается, что ни одной команды в ней нет, и что команды просто создаются медийными личностями, и это все вызвал такой негатив, потому что команды, которые существуют уже годами, и топовые, и нетоповые, почему-то подумали, что Близзарды наконец-то за все эти 10 лет обратили на них внимание и решили немножко помочь им в развитии командам. Все-таки это не было бы лишним, я не думаю, что это что-то бы изменило, потому что это деньги, которые бы выиграли пару команд, причем топовых скорее всего команд. Это скорее вопрос какого-то уважения и просто схематическая работа все равно да, то есть это не регулярные турниры, которые, не регулярная лига, которая бы была, она мало чтобы изменила, это просто как будто в целом какой-то плевок всем командам, которых просто игнорируют, ну, не знаю, тут уже каждый... Мне кажется, вообще, в целом, это хороший вариант, мы это, ну, обсуждали между собой, что вот именно StarCraft, мне кажется, стоило бы попробовать, ну, Blizzard там, или ESL, тем же... А Blizzard там много еще могли бы сделать, что мы делали. Попробовать формат командных лиг, то есть вообще перейти вот в таких турнирах, как EPT сейчас, именно щитно-команды. Единственное, их сподвижки, это когда они пытались сделать Архон на каком-то близко, они когда пытались от 2 на 2. Это уже совсем другой формат. Я имею в виду командные лиги, именно 1 на 1, конечно же, матчи, но именно команды играют. Но я к тому, как они пытались вводить что-то помимо вот стандартных имидуалов. Вроде же был шоу-матч просто, когда они только прикрутили этот режим, нет? По крайней мере, они это вкинули и попытались как бы что-то посмотреть, как это будет работать. Потому что понятно, что вот после того, как Кэкэспа закрылись, когда у них были вот эта пролига и так дальше, это все немножко начало с командным форматом притихать. И Blizzard до сих пор не верит, что это можно как-то восстановить. А это могло бы работать, потому что Кэкэспа долго же работала, и это было очень интересно, и это было очень круто. Team House. Кэкэспа там своя специфика, там все-таки один регион, и есть возможность это все вывозить. Ну, условно говоря, на Ланг. Это могло также бы существовать в Европе, Европа тоже могла бы, это же тоже очень большой регион, намного больше, чем Корея, тоже много команды, тоже если бы была правильная как бы идея и подача, могло бы развиваться. То есть то, что мы сейчас имеем, это не значит, что также было бы, если бы они начали все это развивать. А они же просто ничего не делали. Все давно говорили, что мы хотим про Лигу, мы все так помним о ней, ностальгируем, и вот этот анонс, и все подумали, что это та самая про Лига для европейцев. и вот они же сразу в самом анонсе писали, что это драфт Лига, то есть там буквально название сразу, как ты читаешь новость, там написано, то есть там единственный момент, когда у тебя возникают ожидания, это вот там несколько секунд до того момента, как ты прочитаешь новость. все, возможно, подумали, что есть тип-команда, но так как не все команды укомплектованы полностью, то возможно будет какой-то додд драфт из каких-то я не знаю, кто, нет, там же сразу в новости написано, что комментаторы написаны. Команда же, они думали еще, они же не сразу отреагировали, и, кстати говоря, когда они отреагировали, то Blizzard же там кто-то из представителей в Твиттере ответил, что типа если вы хотите какие-то командные движухи, то делайте их, попробуйте сами. Нет, команды отреагировали сразу, им просто понадобилось время, чтобы собраться написать письмо там несколько дней, а первая реакция пошла сразу, и никто из Blizzard не реагировал, насколько мне известно, тем более в Твиттере, ну, вернее, в Твиттере, это Рифкин написал, что ребята типа вот-вот, да, в Рифкин. Ну, там комьюнити просто в целом начало поражаться. Организатор, организатор этого, то есть он как представитель организующих людей. Я понимаю недовольство команд, но я также не понимаю тех, кто прям яро против этого агитируется, они должны просто понимать, что ну, это их ожидание, это как бы они слишком много поверили и вложили в то, что могло быть. Да. Я как бы еще с позиции Blizzard что хочу сказать, что мне кажется, что если им не пофиг, то они не ожидали такого ответа, такой реакции, потому что очень долгое время StarCraft, зарубежные в частности, это все-таки приоритетная индивидуальная дисциплина. И как-то уже давно так установилось, что здесь приоритет на фокусе внимания именно игроки. И когда Blizzard выкатывают тут ивент, и вдруг команды говорят «Чуваки, а мы? Как же мы?» Они говорят «Так типа мы как-то и что, вам тоже что-то надо?» То есть очень долгое время на команды внимания как такового особого и не обращалось, и поэтому что-то такая, ну как сказать, я даже не думаю, что Blizzard вообще рассматривали вариант, что можно же что-то сделать для там реальных команд. Вот мне что кажется. Ну да, это всегда как шоу рассматривалось просто не более как одноразовая акция. Ну да. То есть да, я когда видел, честно говоря, с самого начала, это я реально типа офигел, думаю, может какой-то как Team League там на три сезона каких-то команды будут там вообще, ну что-то такое, да. А потом, когда произошло, какое-то разочарование небольшое было. И реальная Team League если бы еще какая-то стабильная, ну то есть она проводилась постоянно, регулярно, это было бы круто, круче, конечно, чем это. Думаешь? Тем более, есть смысл делать, ну какой призовой, это 150 тысяч, там, по сути-то. Больше, чем на пролиге было в свои годы в разы. Да, но при всем при этом, если это будет, ну условно говоря, даже если бы они это делали, они бы это делали в онлайне, это получались бы все равно не такие большие призовые на отдельно взятую команду. И в условиях, когда... Не, ну тут скорее другое важно. Важно внимание, которое бы обращали на себя команды. Да, новые бы команды появлялись. Да, возможно бы команды бы вместе делали какие-то компиляции, то есть какие-то две команды соединялись, спонсоры бы, возможно бы, имели больше привлекательности. Да, да. Под это можно было им прилич новых спонсоров команды. В этом плане да, в этом плане да. Но, опять же, мне вот кажется, что не... Ну, была же раньше GSTL, да, лига. Почему ее нет? Наверное же есть какие-то причины, по каким от командных лиг отказались. Да, таких причин довольно-таки много, но это же не повод все-то бросать. Также как бы есть много причин, чтобы не делать вот такие ВЦС, форматы и свои минусы, плюсы. Ну да. Да, это была первая часть и вторая, это то, что они пригласили, по сути, только европейских, ну, только западных кастеров, то есть ни азиатов, ни... Ну, это, наверное, связано с англоязычным требованием, чтобы все свободно говорили. На море будет англоязычная и типа они хотят им в первую очередь. Ну, то есть там будет какой-то, я не знаю, МИ. Конечно, могли сделать, например, в виде исключения Алекса, который был на ВЦСах как переводчик с английского. Но кто сейчас не знает английского в конце концов? То есть это, мне кажется, это не причина. Комментить на английском и говорить на английском это разные немного вещи, тем более комментируется. Дело в том, что у Алекса, мне кажется, как сказать, ну, не фанатом, но людей, которые его знают... Его аудитория осмегает. Больше, чем у Fear Dragon раз так в 10-20, мне кажется. Да нет, даже, может, больше, я не знаю. Ну, типа, он где-то как Роттердам, ну, то есть именно если русскоязычный... Это оставляет много вопросов вот этих решений. Им бы очень выгодно было Алекса взять, чтобы управлять русскоязычную аудиторию. Они могли бы взять кого-то из китайцев или корейцев. Да, и китайцев, конечно. Даже... Не только про СНГ говорим, там, ну, по-моему, потому что есть же игроки у них, там, и Мару, и Пису, целый набор игроков у корейцев. Они могли взять еще Наруто какого-то, типа, да. этого тейка. Ну, тут тоже вопрос, потому что, я не знаю, мне кажется, там Варди все-таки немного рулит этим всем процессом, и, наверное, он... Ну, не знаю, не знаю, не знаю, чем это обусловлено. Я, типа, ничего против этих комментаторов, которые взяли, не имею, но просто мне странно видеть Фирдрэгона, ну, который... Ну, это выглядит, будто они взяли, там, двух-трех, а остальные, там, добрались их кола знакомых. Да, да, просто это комментаторы, которые комментируют, там, один-два турнира в год, и, типа, их, ну, там, знают, но, как бы, они там неактивны вообще. То есть, это для них как хобби вообще. Ну, это их шанс, типа, для раскрутки. Ну, то есть, нет, я знаю, что Фирдрэгона, может, секрет это, я не знаю, но это для него хобби. То есть, он StarCraft, это для него просто хобби. Он там программировал, он там Amazon работал, то есть он программировал. Для него чисто StarCraft комментируют, это чисто хобби. Он просто для себя это делает. То есть, он может это изи бросить в любой момент и забыть. Ну, и всё. А есть люди, которые, ну, как Алекс говорил, у которых, как бы, вся жизнь этому посвящена, и, типа, ну, блин, и у которых аудитория в несколько десятков раз больше, которых людей больше знают. Это достаточно. Вопрос, кто выбирал. То есть, если, например, написали какому-то условному Ривкину, чтобы он собрал состав, и он собрал состав. Это его понимание, кто должен быть. Состав комментаторов тоже очень много вопросов вызывает. Поэтому, наверное, такой скандальной получилась новость. Тут очень много таких подводных камней, которые... Потом еще камень один всплыл, что на организацию было потрачено 40 тысяч долларов. Это тоже какие-то... Онлайн-турниры там многовато, конечно. То есть, это каждому комментатору там по тысяче четыре, наверное, дадут. Или там по три, я не знаю. Но там... Эти старые... Какой-то термин. Production фигурировал. Я не знаю, что они подразумевали под production. Они же стримят все из дома. То есть, они все из дома стримят. Типа, какой там production, я не знаю. Ну вот, об этом и вопрос. Посмотрим. Тут не в production не дело, скорее, а просто в окладе. Я помню историю, где вот на старых VCS, еще не этого года, не прошлого, как кто-то там рассказывал из игроков, что мне, чтобы получить там зарплату одного из комментаторов, нужно попасть чуть ли не в топ-4 в VCS. А, ну мы это обсуждали. Это два, два, три дня. Мы лично не обсуждали, мне кажется. Да, да. Так что это лучше умолчать. Но мне кажется, у них запросы тоже своеобразные, тем более, что это иностранцы у них. Ну да, да, да. Согласен. Тут как бы без какой-то информации и цифр-то не вправе хоть что-то говорить. Да, просто вы... Ну, много людей не представляют, какие суммы крутятся у комментаторов, скажем так. Да. И кто об этом не задумывался, типа, что... Это старая тема, где комментаторы. Ну, как будто вот звезды именитые. Да, да, да. Как они как... Ну да, да, да. Можно сказать. А игроки будто вот статисты. Даже самые топовые. Да, комментаторы, это типа есть главное шоу. Немного несправедливо, но... Но это уже другая тема. Есть, да. Тоже совсем другая. Поэтому давай... Ну, Катя, давайте об этом поговорим. То есть... Мне кажется, в этом году хватает проблем, я не хочу открывать новые ящики Пандоры. Комментаторы будут писать, что их красит. То есть вы рассчитываете, что вас возьмут в одну из команд? Ну... И мне, честно говоря, я... Ну, типа, я... Майнсет такой выбрал, что я думаю, меня скорее не возьмут, но... А вот в Хэлл, как бы он уже в Клэш, он в премьерной команде, он ближе к иностранцам. У него есть хорошие шансы. Да. А все другие, как бы, ну, тут... Понимаешь, там, как бы взяли Мару, Статцев и другие, это уже, как бы, они планку повысили такую, что, ну, вот, видишь, кто на DreamHack'е сейчас играет в плей-оффе? Ну, вот этих ребят будут, как бы, цеплять. Скорее всего. Кроме них еще попадут единицы, кто, может, каким-то образом, каким-то командам отношение имеет, вот, как Hellraiser's Clash, или, не знаю, кто еще, Харстем, там, в Liquid, типа, вот этих парней, потому что... Либо кто-то из кастеров возьмет, там, допустим, своего любимого... Ну, да, да, вот. Французы, там, сразу будут, там, Клемов, Демберов, Марин Лорда себе, там. Поляки, там, будут. И поляков, там, тоже нет. Ну, типа, в коммендататорах. Да, но я думаю, поляков тоже ему пригорает. Да. Ну, не знаю. Не знаю. Я думаю, что у Вани, там, допустим, и, опять же, скинулся хорошие шансы. То, что никого с французами взяли, это тоже, как бы, такой файл. По-моему, французская аудитория по Старкрафту, комментаторская, набирает иногда даже больше зрителей, чем официальный ESL-овский. То есть, там, эти о гейминг, ну, по-любому, могли унести много. Ну, да. Ну, это уже сомнительное решение, но повлиять мы на них никак не можем. Может быть, если это состоится еще раз, организаторы сделают выводы, может быть, нет. Может быть, это будет разовая акция, и все скажут, типа, чё-то не очень. Давайте больше не будем. Кто знает, кто знает. Да. Я думаю, что с этой темой мы закрываем, там еще какая-то каких-то вроде пара штук была, да, Антон? В принципе, нет, у меня было желание обсудить вот эти вот все однопеяния последние с представлениями в киберспорте, но я с Я чип. Я чип. Попчелся. Мету, мету. Она говорит, что в Сокрафте был только... Я бы эту тему не хотел обсуждать, потому что... Только один, но в случае... Да, я тоже бы не хотел. Это очень тонкий, тонкий лёг, очень тонкий. Если мы что-то тут не так скажем, это кто-то услышит. Нас поймут неправильно, и ещё что-то. Ну да. Шутку кассы неправильно поймут, как бы. А чё моё? А вдруг твоё? Были прецеденты, потому что... Да, были прецеденты именно с тобой, а во-вторых, могут и мою неправильно понять, это я так чисто пример. Да, да. Ну окей, раз вы не хотите на провокационные темы общаться, Сергей, что-то ещё есть? Можно на них пообщаться, но в закрытом стриме. Давайте донатимем. Не хочется лишних поводов, чтобы... Если хотите поговорить на эту тему, то давайте там каждый по 1000 рублей скидывает, и мы проведём стрим приватный и обсудим это. Пойдут инсайды. Пойдут инсайды. Да, да, да. Ну инсайдом можно сказать, да. Инсайдом можно. Ну давай тогда поднимать цены, мы много чего можем рассказать. Так что, если хотите услышать, то не забывайте подписываться на канал и донатимем. Кстати говоря, давайте заканчивать потихоньку. Я хотел сказать ещё, что сегодня Касс начал, я так понимаю, серию стримов по анализу. И на самом деле прямо залип, очень интересно играет, рассказывает. Я думаю, я лучше всего это объясню. Я начал вести на Ютубе во-первых, стримы, всё это выкладывая на Ютубе и Твиче, три вида своих стримов. Это первый, где я буду стремиться попасть в топ-16 ГМЛ, это были троихарные стримы, очень жёсткие, потные. Вчера был первый. Вторую часть это буду аналитические стримы вести, где я буду очень много посвящать времени анализу, разбором. Ну и третья у меня будут такие чиловые стримы, это будут три вида стримов, где я буду каждый день делать другие, где, не знаю ещё расписание, но я очень активно сейчас этим начал заниматься, так что можно сказать, что я уже превращаю своеобразного стримера, а не игрока. Но именно эти рубрики я планирую активно вести, надеюсь, сделать их регулярными, если оно будет нравиться и заходить людям, буду это развивать, делать это интересно. Вот так вот. Да, ну по крайней мере мне очень понравилось про аналитику. на этом это будет полезно и новыми игроками, тем, кто уже как бы имеет какое-то понятие в Старкрафте, что-то посмотреть с другой стороны, как я это вижу и что-то ещё и узнать, я всё-таки много чего знаю о Старкрафте. Да? Сейчас я табличку-то покажу, да. Вот так. Как у тебя сейчас трансляциями? Планируешь? А, вы меня слушаете? Да. Я просто смотрю тут Хиромарин Рейнар, тут какая-то жесть, я не знаю. Если просто тоже зайдите, посмотрите. Значит, меня, я как бы собираюсь вот стримить, но у меня как-то не знаю, то какие-то ESL идут, я не хочу стримить во время больших турниров, то типа утром как-то тоже никого не знал. Я могу в защиту Хелл Рейнзера сказать, что он очень ленивый, поэтому ему очень сложно это сделать. Поэтому я могу найти много отмазок. Да. Потом всегда что-то будет находиться и сложно все. Если честно, то да, то сложно заставить себя стримить. А то я себя понял. Если честно, то в последнее время реально мне не хочется стримить, когда ESL идет, потому что, ну, не знаю, прям у тебя точно будет меньше смотреть, когда какой-то большой турнир идет. Будет интересная матча. И самому хочется посмотреть, и ты понимаешь, что аудитория будет разделяться и ты не получишь того внимания, которое ты потратишь. Типа ты утром там стримить или еще. Да. Так что, возможно, в теории скоро вселенная нам сделает подарок, и звезды сойдутся, Hellraiser сделает стрим. И Касс даже зайдет до него. Возможно. Потому что сам Hellraiser постоянно в чатике у Касса. И даже, по-моему, там... Да он тролль самый большой. А еще как бы хейтер тирановский. Я Касса разоблачаю, как он говорит, что у него худший матча ПВТ, и он потом выигрывает топовых пропасов. Ну вот, да, неприятный человек в моем чате что поделать. Касс пытается заскнуть мне рот, но правду не скрыть. Покерана имба, на самом деле. Касс пора или поздно признает, я уверен. И все. Да. Сергей, какие планы у тебя? Никаких планов пока что. Все очень... Никаких планов. Каких планов? Даримов не будет? Наверное, нет. А, хотел тебя спросить, почему ты на Милки Коу нападал за то, что в мулов кидал? Ну, панманет же. Нет, ну, это же внутриигровая механика что-то такое. Мулов можно кидать. Ну, там, видишь, есть нюанс, когда ты кидаешь мулов сопернику, то это... Просто нам смешно было, когда ты как-то реагировал бурно, когда мулов кидал. Мы поэтому еще больше мулов кидали в следующих играх. Не, а у него реально есть какая-то такая привычка была? Ну, во-первых, это реально... Он в Адре то же самое делает, да. Это не очень хорошо, и... Ну, как бы, ладно бы он их кидал там игрокам, которые типа сильнее его. Вот, когда Милки Коу кинет мула шоу-тайму, я такой... Ну, в Каз кидают, в Каз семей его. Ну, вот, а там были, я не помню, ребята гораздо послабее. Вот, ну, как бы это... Мне не нравится, когда кидают мулов, но я за это не баню. Сколько людей, столько мнений. Так что, кому-то кажется, что ТБМ, кто-то вообще кажется, что это фан, типа, весело, развлекалово. Сегодня мне может показаться, что это весело, завтра мне покажется, что ТБМ. То есть, тут тоже еще нужно понимать, что человека много бывает. Конечно, он там этот, Хиромарин сейчас мулов кидает, чтобы батлов чинить. Это как бы, окей, нормально. Типа, в битву, но чтобы чинить батлов. Я иногда вот кину пять мулов, потом напишу, что это мисклик. И как бы, ну, как это оценивать, это ПМ или я реально мискликнул? Если ты написал еще мисклик, то это еще больше ПМ. Если ты кинул еще и Стрэнджу, то это вообще... Это же бывают такие мисклики. На Рэпидфайра случайно кинул мулов, ну, что поделать? Сейчас я кинул мулов в форме Стрэндж. У меня, понимаешь, у меня либераторы раскладываются на букву Э и Мол кидается на букву В. Если я случайно вместо либератора выделю цешки... Я знаю, да, есть такой мисклик. Ну, потом, потом объясняй, потом объясняй людям. Это как это, знаешь, мету. Типа, я на самом деле ничего хорошего, ничего плохого не хотел сделать, а на самом деле... Каз, у тебя есть идеальное оправдание. Если ты хочешь написать, что мисклик это был, что ты его скинул, строишь либераторов, обязательно либераторов, только что, и потом скажешь, что ты хотел их разложить на самом деле. Да. А эти либераторы не будут, то ты уже такого не скажешь. Ну вот, тогда и поговорим. Пока что у меня все мои БМы были с либераторами. Мисклики. Ладно, ладно, хорошо, я в следующий раз посмотрю. Следи. Хорошо. Ну все, тогда заканчиваем. Да. Последние слова? Убежали мы посмотреть DreamHack. Да. Какие последние слова? Все. Последние смотреть DreamHack. Ребята. Полтора часа сидели, как на иголках, терпели. Да, спасибо, что согласились. И возможно, еще увидимся в будущем. Все-таки цифра 10, она как бы вроде бы такая, конечная, но вроде бы есть какой-то задел на будущее. Да еще через полгода, конечно. Итоги года подведем в декабре. Окей. Да. тогда до встречи через полгода. Всем пока. Всем всем до свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова